Здравствуйте, товарищи! С вами Георгий Федоров. И сегодня мы в нашей рубке «Аврора» поговорим о очень такой важной теме, которая не так давно прошла и была объявлена Путином. Это создание рабочего совещания Координационного Совета Правительства и Президента. Ну, это новая структура, которая должна, так скажем, обеспечить управление специальной военной операцией более эффективно. Многие эксперты, политики начали говорить о том, что это, возможно, такие зачатки ГКО. Но, как я понимаю, есть разные точки зрения насчет этого. И последние, например, инициативы правительства, то, что фактически Шойгу и Министерство обороны отстраняются от, так скажем, деятельности хозяйственной по тому, чтобы в армию именно через ГКО, вернее, через вот этот вот Координационный Совет были поставки. Это, с моей точки зрения, такой очень бюрократический непонятный шаг. Ну, и я хочу сегодня представить моих гостей. У меня в студии Сергей Левченко, первый заместитель, председатель комитета Госдумы по энергетике, фракция КПРФ. Добрый день, Сергей Георгиевич. Ну, и Анатолий Баранов, российский журналист, публицист и главный редактор форума МСК. Привет, Анатолий. Добрый вечер. Да, ну, первый вопрос вам, Сергей Георгиевич. Вот, вы все-таки законодатель, да, и, наверное, владеете, так скажем, более такой глубинной информацией, чем простые обыватели. Вот, что из себя сейчас представляет вот этот Координационный Совет при правительстве? Зачем он нужен? И какие функции будет выполнять? Ну, я вынужден, во-первых, разочаровать тех, кто считает, что этот орган похож на Госкомитет труда и обороны, который был создан в Великую Отечественную войну, потому что этот Госкомитет обладал серьезными правами и возглавлял его никто иной, как лидер государства и главнокомандующий. Значит, нынешний орган, я, наверное, пока никаких телодвижений от него не будет, очень трудно оценить, для чего он созданный, что он будет делать, но, во-первых, значит, он координационный и консультационный по своему первоначальному замыслу, насколько я понимаю. Повторяю, что он еще себя никак не проявил, поэтому нельзя оценить, что он будет делать, а, во-вторых, я думаю, что он ничего, не то что существенного, практически такого более-менее серьезного в расклад сегодняшней политики в отношении СВО, значит, и экономической политики не внес. Потому что, ну вот даже по принятому первому чтению бюджету силами Единой России, значит, никакого влияния этого совета или рабочего совещания не было, потому что принесло правительство бюджет, с одной стороны либеральный, с другой стороны вполне себе мирный, потому что там серьезного влияния вот этой специальной военной операции нет в этом бюджете, как бы там ни просматривали, вот. И если вот этот орган создан для того, чтобы помогать именно военной операции, именно военному направлению, то он должен был уже принимать участие и проявлять свою позицию в отношении бюджета следующего года. Ну вот тут я говорил в начале в нашей преамбуле по поводу того вот его функции. Вот в комиссанте на днях была такая статья, которая, так скажем, еще не подтвердила, но фактически есть несколько таких, так скажем, вводных. Я вот процитирую, что этот комитет должен, вернее, совещание, координационный совет должен на момент проведения СВО, то есть это такой непостоянный орган, а временный. Следующее, это вот опять-таки в коммерсанте написано, основные вопросы, связанные с хозяйственными обеспечениями СВО и изведениями Министерства обороны отойдут к координационному совету. Это второе, то, что я озвучил, это на днях, я думаю, скоро узнаем. Во-вторых, цитирую дальше, в основу идеологии команды Мишустина лягут так называемые новые управленческие подходы, импортированные из деловой среды, делегулирование, цифровизация, определение долгосрочных приоритетов. И в-третьих, правительство получило право вводить административные инновации по решению координационного совета по обеспечению специальной военной операции. Ну вот, такие вот слова, которые я уже когда-то слышал, да, про всякие инновации, про всякое делегирование, бизнес-подходы, по-моему, Сердюков об этом очень активно говорил. Вот сейчас, по-моему, страна стоит перед выбором именно возможности мобилизации всего общества, и в парламенте, по-моему, все фракции об этом говорят, и мобилизация экономик, у нас ВПК в три смены работает. Вот, как ты считаешь, Анатолий, сможет ли вот этот координационный совет обеспечить мобилизацию экономики для нужд специальной военной операции, учитывая вот те вот идеологические команды Мишустина, деловая среда и так далее и тому подобное? Товарищ Липченко уже сказал, что координационный совет по своей идеологии – это совещательный орган. То есть, что значит совещательный? Значит, безответствие. То есть, он что-то там принимает, какие-то решения, никакой ответственности за это решение, в принципе, не предусмотрено. И, соответственно, эти решения, они как бы не очень обязательны к исполнению. Поэтому возлагать тут какие-то надежды в высшей степени глупо. Ну, еще процитирую Мишустина. Вот он произнес еще такое слово – дирегулирование. Вот мобилизация и дирегулирование – это не антонимы, случайно, в русском языке. Ну, то есть, какие бизнес-подходы? Какие бизнес-подходы при снабжении действующей армии штанами, патронами? Ну, кстати, мы эти бизнес-подходы помним у Николая II, когда, как сказать, была война, а бизнес-подходы были бизнес-подходами. Да, и известные некоторые деятели Временного правительства на военных поставках обогатились сверх всякой меры, уехали потом во Францию и жили себе прекрасно. Так что, но, тут есть обманка такая, конечно. Действительно, вот вспоминают все ГКУ. Похоже свинья на коня, но хвост не такой. Действительно, вот если мы возьмем начало даже советской власти, во время Гражданской войны был такой орган РВС, Реввоенсовет, который возглавлял Троусский. Вот, по сути своей, в этот период, вот этот краткий период Гражданской войны, это и было главным управляющим центром страны. Это было, по сути своей, ну, в силу чрезвычайной ситуации, это было выше правительства, важнее правительства. Хотя туда и входили члены правительства. Если мы возьмем Китай, то до сих пор главный, так сказать, титул главы китайского государства, это как раз тоже руководитель вот этого вот Совета обороны. Северную Корею возьмем. То же самое. Это важнее, чем руководство правительством и даже руководство партии. Вот, важнее. А тут, ну, координационный совет. Ну, и третий, возьмем персоналий. Есть же замечательная работа, кого из художников забыл, огромное полотно, там, Сталин с членами... Нет, того периода Сталин с членами ГКО. Вот посмотрите на те лица и посмотрите на те лица, которые присутствуют, собственно, хорошо всем знакомые нам по прежним делам, по прежним событиям, по прежним публикациям, я не знаю, на компромат.ру. Те достойные лица, ну, просто сравните и подумайте, можно ли ждать от этих достойных людей какой-то особенной мобилизации вот в период, ну, скажем так, в период, как это ни смешно, угрожающий существованию самого государства. Не будем там вспоминать, кто виноват и что делать. Но период серьезный, серьезный. Ну, вообще, мы в военное время живем, это надо признать откровенно. Сергей Георгиевич, вот вы согласны с этой позицией, что вот этот Координационный Совет, он не решит тех задач стратегических, которые перед ним поставлены, да, или, во всяком случае, обозначенные. Но мы видим же, до этого был, так скажем, назначен ответственный за специальную военную операцию генерал Суровихин, да, соответственно, он начал очень решительные такие действия, он начал решительно говорить и фактически, как мне кажется, стал формироваться уже как некая политическая. Фигура, которая принимает политические решения. И вообще, перспективы Суровикина, с моей точки зрения, очень интересны, да, учитывая, какая критика по отношению к Шойгу. Но все-таки, вы представляете, что, возможно, там, я не знаю, инстинкт сохранения, действительно, вот этот вот специальный, так скажем, Координационный Совет начнет действительно эффективно работать, просто для того, чтобы спасти страну и себя? Или все-таки это безнадежно? Я бы хотел вернуться к тому, вы начали, когда коммерсант выразил определенные надежды определенной части населения, общества о том, что будут бизнес-подходы, цифровизация. И действительно, вы правильно говорите, что мы это уже слышали. Уже слышали, возникает вопрос, а что мешало и мешает правительству бизнес-подходы внедрять сегодня? И ту же самую цифровизацию и так далее. Только потому, что те же самые члены правительства теперь расселись по-другому, они теперь начнут по-другому мыслить. Мы знаем, иногда кресло через пятую точку влияет на голову и, так сказать, становятся другими мысли, другие подходы, другие позиции. Но здесь правительство, по крайней мере, с 24 февраля работало или должно было работать на то, чтобы обеспечить специальную военную операцию. Значит, это выражение того, что правительство разоружилось и не смогло это сделать. Теперь мы тех же самых людей рассадим по-другому, и они вдруг заработают иначе. Поэтому мне кажется, что вот эти надежды, выраженные коммерсанты, как вы говорите, они, конечно, беспочвенные. Беспочвенные, потому что мы знаем басню Крылова. Вы как не садитесь, как говорится, все, музыканты не годитесь. Поэтому я с большим пессимизмом смотрю на эту пересадку. Это первое. Второе, конечно, с учетом того, что все больше и больше структур и все общество втягивается в эту войну, в специальную военную операцию, конечно, будут, на мой взгляд, достаточно серьезные изменения с точки зрения работы вообще промышленности, оборонной промышленности и многое другое. Ну, кто-то будет действовать по принципу война, все спишет, всякое бывает. Значит, кто-то будет рассчитывать на то, что вот эти вот механизмы или принципы, когда очень долго делаются тендеры, конкурсы, после этого там составляются контракты, и после этого еще бизнес раздумывает, а может быть, он не будет делать, может быть, ему это невыгодно, кто-то, может быть, рассчитывает на то, что эти изменения произойдут. Вы знаете, вот я буквально сегодня видел один документ, или вернее, один документ в двух томах, он называется «Бизнес для государства». Это документ Южноафриканской республики. Там, начиная с промышленности, сельского хозяйства и кончая туризмом, путешествиями и отдыхом, что бизнес сегодня предлагает государству для того, чтобы государство развивалось, и чтобы государство шло по тому пути и добивалось тех результатов, которые правительство обозначает. Вот там все очень конкретно и ясно, в каждой отрасли. У нас ситуация с точностью до наоборот. Мы до сих пор ждем, ждем, что бизнес наконец-то втянется в, значит, эту военную спецоперацию, и, наконец, хотя бы часть, не маленькая часть, ляжет на плечи бизнеса, особенно успешного бизнеса. Ну, крупного надо назвать, потому что мелкому бизнесу что там? Ну, как раз, чем мельче бизнес, и там... Тем более социально ориентированно. Совершенно верно. И чем ближе просто к человеку, к физическому лицу, тем больше, к сожалению, это физическое лицо участвует в этой специальной операции. Мы же ведь знаем, дело дошло до того, что семьи, родные, знакомые собирают полностью человека на эту спецоперацию. А государство, в данном случае федеральные структуры, полномочия которых в этом и заключается, чтобы собрать полностью обмундированных, вооруженных, обученных людей на эту спецоперацию. Здесь мы видим огромные провалы, как бы мы тут сегодня не пытались объяснить. Значит, или это военкоматы, значит, плохо сработали, или это там в войсках еще не разбериха, она еще, так сказать, не устаканилась, все. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, думаю, что те же самые люди, как бы их ни обозвать, и как бы они там ни сидели в кружке, вот они не способны, жизнь уже показала, не способны делать так, чтобы у нас, во-первых, значит, снабжение было таким образом, чтобы у нас ребята не страдали, а во-вторых, мы уже видим, к сожалению, вот восьмимесячная спецоперация, что мы не добиваемся тех целей, которые обозначил президент. Поэтому их сейчас вот взять и, значит, навешивать на тех же самых людей дополнительные какие-то функции, они не несут этих, которые уже были. А сейчас мы говорим, давайте в три раза больше сделайте. Я не верю в такую постановку дела, тем более при таком координационном, консультационном, значит, совете или рабочем совещании. Ну, тем не менее, это как бы структура или как бы совещание создано, да, соответственно, мы понимаем, почему оно было создано с точки зрения того, что уже на начальном этапе, как вы говорили, цель не поставлено, просто потому что, видимо, наши власти считали, что это будет прогулка, это будет такая полицейская операция, соответственно, Росгвардия, никакого сопротивления не будет с цветами, да, ну, в общем, короче, ошибок куча была. Да, но тем не менее, мне вот, например, как человек, который служил в армии, очень интересно вот то, что вот в Коммерсанте прошло. Именно отстранение Министерства обороны от хозяйственного обеспечения СВО. Вот я просто представил себе такой момент, во-первых, по какому, как бы сказать, закону тоже по 44-му, что ли, будут они работать с обеспечением армии, то есть через конкурсы, через тендеры, да, мы знаем же, что очень часто этот закон не работает, есть договорняки, есть, так скажем, куча нарушений, коррупция, есть то, что когда кто-то по ставке, так скажем, производит, то или иное услуги или продукции, потом разоряются, в общем, куча проблем, да, и вот, например, я помню, советскую армию, это была структура такого кольцевого полного цикла, то есть она сама себя могла обеспечить везде, в любой, так скажем, ситуации, а тут мы видим, после того, как Сердюков пришел, что вот давайте, зачем военные кормят, давайте мы его им на аутсорсинг отдавать коммерсантам и так далее, и так далее. И мы же понимаем, что, например, очень часто военные операции, воины проигрывались, потому что не было достаточного обеспечения. Я вспомню, например, в недавнем времени, я же не говорю про походы, так скажем, на Польшу, который захлебнулся из-за отсутствия обеспечения Красной Армии, я могу вспомнить Ромеля, которые были блестящие обученные люди, хорошие танки, все было нормально, но они, как бы сказать, были вынуждены оттуда бежать и захлебнуться, потому что туда не поступали боезарядки, боезаряды и все остальное. Вот как бы вопрос, да, Анатолий? Если по такому сценарию пойдет, судя по всему, что этот уже Конституционный совет будет, если Министерство обороны отстранят, могут ли какие-то внешние силы использовать это для того, чтобы дестабилизировать обстановку и вообще привести вот эту вот структуру к тому, что, ну, обеспечение армии будет нарушено, мягко выражаясь. Начнем с конца. Не нужно никаких внешних усилий. При такой постановке вопроса все само сделается, так сказать, само по себе, даже без внешнего злодейства любого. Потому что, во-первых, поставки для нужд армии по конкурсной системе, они давно идут, они давно существуют. И это, на мой взгляд, такое вредительство, которое никакому центральному разведывательному управлению и не снилось. То есть, ну, понятно, да, то есть люди вынуждены получать какие-то необходимые для армии, скажем, товары, да, не по принципу, что лучше для армии, а что дешевле и побольше. Я думаю, что здесь, это еще мы, так сказать, неглубоко втянулись в военную операцию, это уже все скажется и на качестве, и на качестве прежде всего. Я напомню, что больше всего сейчас жалоб в СВО идет по линии связи. Я недавно подумал, а почему, собственно, по линии связи? Я поднял материалы, открытые совершенно по уголовным делам в Министерстве обороны, до большей половины, это по ведомству как раз связи, по коррупции, естественно. Ну, прямо во главе с генерал-полковником, который возглавлял это направление, которое сейчас последствует. Ну, почему? Понятно почему. Дело темное и непонятное, на конкурсной основе можно очень хорошо заработать, скажем так, за счет государственного бюджета. А что там со связью? Ну, сейчас выясняется, что хорошо со связью, он не работает. Та же самая ситуация, наверное, и в других вопросах. Я касался только этого. Если мы посмотрим на структуру правительства, поднимемся повыше, у нас структура правительства совершенно не приспособлена для мобилизационной экономики. Если мы возьмем советский период, это что? Это отраслевая структура правительства. А сейчас со всеми вопросами, со всеми, от ботинок до высокоточных ракет, в одно окно Министерство промышленности. Такое МФЦ. Ну, как МФЦ и получается. А кто там, что там? Ведь на самом деле тут очень важна прямая дорожка. Вот в ГКО решили наладить связь и поручили это министру связи и министерству связи, которое руководит предприятиями не на конкурсной основе, а директивным образом. Дает задание и истребует результат в определенный срок. А так дальше госприемка, военная приемка и так далее. Ну, надо вообще понимать, что в условиях войны, военных действий наиболее эффективно это административно-командная система, централизованная, вертикаль власти. По-другому вообще не работает. И система тех же военпредов, я напомню, что даже Микоян, который потом возглавил КБ, он начинал-то, собственно, с военпреда. Очень серьезный вопрос. Тут понятна ответственность. Вот есть цепочка ответственных товарищей, которые отвечают за результат. И понятно, как они должны за этот результат отвечать. А тут у нас сейчас, это конкурсная система, черный ящик. Ты туда параметры, оттуда получил чемодан добра. Какого? Какого? Если еще и получил. Ну, вот в чем мы делаем. Во-вторых, надо же еще понимать, что коммерсанты, ну, предположим, коммерческие подходы, коммерсанты начинают работать. Ну, извините, а риски, так скажем, уничтожения колонн, каких-то диверсионных актов по снабжению, мы же видим, эти же проходят. Какой коммерсант будет этим заниматься? У коммерсанта для этого нет инструмента. Да, абсолютно. Я уже не говорю о том, что средства у него на это, как правило, не выделены. Откуда они возьмутся? А когда момент, ну, вот если мы представим так себе логически, что Министерство обороны принятие решения отодвигают, то это происходит, ну, что, как бы, армия воюет, все, так скажем, условно, подвозы не подходят. Да, вернемся вглубь историю. Вся наша регулярная армия, всех стран, всех исторических слоев, слоев, она вся выросла из римского легиона. Уставы, построения, и в том числе и тыловое устройство. Римский легион представлял из себя замкнутую систему, фактически коммуну. То есть, солдаты приходили в определенную точку, разбивали лагерь сами, своими руками, организовали обеспечение тыловое сами себе, на месте этих лагерей сейчас все европейские столицы стоят. Это римские лагеря бывшие. Это к чему? Это к тому, что, безусловно, армейская система, она может быть настроена только на самообеспечение, только на автономность. Иначе ее уязвимость дико возрастает. Что мы, кстати, сейчас видим на Украине? У них вот эта проблема тоже в полный рост. Вот этой вот замкнутости вооруженных сил нету. Они даже армией себя не называют, они называют себя вооруженные силы Украины, сбройные силы по-украински. Это вот такая средневековая немножко структура. Вот собрались конно и оружно для решения какой-то задачи. Что там с тылами, что там с коммуникациями, это уже дело бизнеса. Это плохо работает. То есть, это, строго говоря, нигде никогда не работает. Ну, а тем более, если учесть, что, например, там, как межведомственное согласование сейчас мирное время происходит, когда, так скажем, каждый боится взять на себя ответственность, такой вот саботаж идет, то в военное время кто на себя сейчас возьмет ответственность? Вот, Сергей Георгиевич, вот вопрос, вот смотри. Вот обычно, когда вот такие координационные советы, какая-то вот такая структура, которая должна, так скажем, помочь в проведении специальной военной операции, ну, как мне кажется, должны приглашаться и специалисты из разных политических сил, в том числе из оппозиционных, потому что, ну, надо понимать, что даже в парламентской оппозиции, например, ваша фракция, «Справедливая Россия», там, даже ЛДПР, там, и другие, есть специалисты, которые могут в рамках общей вот этой программы чего-то помочь. Вот, во-первых, первый вопрос, вам ли, ну, имеется в виду, как бы, как фракции приглашали в то, чтобы какие-то ваши представители вошли вот в этот вот координационный совет, и если нет, что нужно сделать, что вот этот, например, координационный совет, потому что нас, наверное, слушают не только наши, как бы сказать, друзья-соратники, но и противники, имеется в виду, и в том числе и власть-предержащие, что нужно сделать, что вот этот вот действительно координационный совет реально заработал? Ну, во-первых, вы правы. Вот это по поводу приглашения все-таки. Я понял. У нас всегда, в каком бы созыве мы ни работали, во фракции КПРФ были очень серьезные военно-начальники. И адмиралы, нынче у нас командующий 58-й армией Соболев, генерал-лейтенант, то есть у нас всегда были люди, которые хорошо знают военное дело. И поэтому мы, естественно, готовы делегировать на любой совет, хоть координационный, хоть еще какой-нибудь специалистов самого высокого уровня. Это первое. Второе, ну, если коротко ответить, нас не приглашали, но думаю, что приглашение в такой координационный совет любого генерала и адмирала, собственно говоря, ничего принципиально не изменит. Потому что, опять же, этот координационный совет вынужден консультировать, советовать там и так далее, и так далее. А решения все равно принимают те, которые принимали все предыдущие решения. И с экономикой нашей, и с этой специальной военной операцией, где ошиблись как с реакцией, скажем так, украинского общества, которое, так сказать, прогнозировали совершенно неправильно, так и состояние нашей экономики и обеспечения специальной военной операции. То есть, две крупные принципиальные ошибки. Ну, даже три, потому что Запад тоже, наверное, не рассчитывал, что это будет из террории. Ну, если еще это не учитывали, тогда действительно три, тогда нужно им, кто принимал решение, рвануть рубашку на груди, сказать, простите, люди добрые, и уйти. Потому что это, такие, конечно, ошибки, они судьбоносные для всей страны, и, значит, дело жизни и смерти для очень-очень многих людей. Поэтому вот здесь, вот в этот орган, кого бы ни направляли, значит, даже хороших специалистов, он ничего не решает. Почему коммерсант вдруг стал надеяться на то, что гражданские силы, гражданское общество, гражданская экономика станет лучше работать, чем военная? Честно говоря, не знаю, чем это обосновано. Потому что эти все конкурсы-тендеры, да, простое дело. А вот ты объявил конкурс-тендер. Скажите, много захочет бизнесменов или промышленников участвовать в этом конкурсе-тендеры, понимая, насколько это опасно, сунул голову туда, тебе ее там отчекрыжет завтра же, потому что ты там чего-то не сделал. А ведь любой конечный товар, любая конечная продукция – это же целая цепочка. Значит, начиная там с природных ресурсов, энергетических, транспортных и так далее, и так далее. Вот любой бизнесмен, который даже захочет, у него что, есть гарантия, что вся эта цепочка для него сработает? Ну, и еще параллельно надо понимать, что любой бизнесмен, который будет обеспечивать нашу армию, он попадает автоматически под санкции, получает кучу других проблем, и самое, так скажем, оптимистичное, это если какие-то структуры, которые уже там под санкциями, приближены к Министерству обороны, будут заниматься этим достаточно. Вот я и спрашиваю, на что расчет? На что расчет, что вдруг при внесении каких-то деловых принципов в структуру правительства, которое мы понимаем, что на сегодняшний день мало хорошего принесли эти деловые принципы стране, потому что экономика не растет, реальные доходы падают, люди нищают, ну и что? Это можно признать хорошим опытом, и давайте внедрять его в военную структуру, в военную экономику. Еще один пример, или может быть даже, извините, два касающихся серьезных вопросов по Государственной Думе. Вот сейчас повторяю, что бюджет принят в первом чтении. Значит, в ноябре будет второе чтение, потом третье, хорошо мы в декабре эту ситуацию завершим, не мы, а те, кто поддерживает этот бюджет, потому что мы категорически против, это не бюджет сегодняшней ситуации, потом, вот в полном соответствии с нынешними традициями, в правительстве, где-нибудь в январе месяце, значит, правительство уже на основании этого принятого бюджета сделает свои там разнарядки, касающиеся отраслей конкретных предприятий, конкретной продукции. В декабре закончится будет январь. Скажите, это военная операция? Это военное положение? Это в таких условиях можно так работать? Еще один пример. 15 июля мы заслушивали министра промышленности и торговли Дениса Валентиновича Мантурова, и в том числе проголосовал за него Дума, как зампредседателя совета, совета министров или правительства. Тогда ему задавали вопросы, что делать с этими предприятиями, которые брошены иностранными компаниями. Он тогда сказал, вы знаете, это не советское время, чтобы я вот там сказал, а бизнес пошел сразу выполнять. Это мы видим. Это мы видим. Вопрос, кто в этом виноват, это уже за рамками, так сказать, вот сегодняшнего вопроса. Но он говорит, что мы, конечно, будем принимать меры. Прошло три месяца. Три месяца. Только сейчас мы начинаем еле-еле видеть какие-то телодвижения по поводу того, чтобы эти брошенки, эти предприятия, из которых ушел иностранный капитал, то ли начинают, то ли начинают кем-то, не начинают подхватывать. И то какие-то хитрые схемы с возможностью выкупа, и, судя по всему, из одного кармана в другой, под другими названиями, но, в принципе, все то же самое. Три месяца. Но только-только начинаются телодвижения. Так нужно действовать вперед военной ситуации. Нет, конечно. Поэтому на что расчет, что вдруг станет от этого лучше, я не вижу оснований. Анатолий, вот наша общая оценка, она такая скептическая по поводу этого. Хотя понятно, что власть, наверное, ну, как бы сказать, не стреляет себе в ногу. И из лучших побуждений, вот этот Координационный Совет сделал, что как-то ситуацию улучшит, да. Но, предположим, что вот это не сработает. Как ты считаешь, по какому пути дальше пойдет наша власть для того, чтобы как-то исправить ситуацию в экономике, в, так скажем, вот этой специальной военной операции, не в военной точке зрения, хотя бы там обеспечительной? Я думаю, что если сейчас вот в этой обеспечивающей части не будет налажено адекватное снабжение армии, то военная ситуация сделает следующий шаг уже бессмысленным. Понимаете, из-за, сам же уже сказал, что из-за тыловых проблем ни одна и ни две войны были проиграны в истории. То есть, из-за отсутствия адекватного снабжения армии можно оказаться очень сильного разбитого корыта и дальше бы уже, я не знаю, уже придется думать не о судьбе, а о судьбе государства. Так, по-моему, уже сейчас надо думать о судьбе государства. Что, карточки выдавать, какие-то, я не знаю, региональные части формировать, чтобы поддерживать просто порядок общества. Так все то, что это уже сейчас происходит, уже даже Беглов озвучил, что он будет территориальную оборону создавать, уже формируется там в Белгородской области линия Вагнера и так далее. А куда денешься? Я понимаю, мы входим так постепенно, как в военный лагерь. Вообще, на самом деле, я выступаю за то, что вот эта военная операция, она может стать поводом для смены социально-экономического курса. Вот это, как бы, снял с языка, но дальше возникает очень такой важный вопрос. С какого уровня начнется эта смена? С уровня неудачного течения операции или с уровня полного разгрома и, так сказать, с нуля, как это было после гражданской войны, когда ни одного действующего паровоза в какой-то момент не было в стране. Это, как говорят, в Одессе две большие разницы. Вообще-то, конечно, хотелось бы услышать от правительства, от руководства страны адекватную программу переустройства экономической жизни без катастрофы, без потери государства, все-таки на каком-то более или менее адекватном уровне. Пусть с потерями, но с потерями обозримыми, а не с беспредельными. Вот вопрос. Ну, Сергей Георгиевич, вы видите хотя бы какую-то в парламенте все-таки на две дни, и, возможно, какие-то вот такие вот, то, что сказал сейчас тоже Анатолий, что государство пытается что-то сделать, какие-то сигналы, потому что мне кажется, что без смены социально-экономического курса, без построения экономической модели, которую можно назвать в военное время военным социализмом, с жестким перераспределением ресурсов на стратегические направления, без того, чтобы умереть аппетиты, мягко выражаясь, нашего правящего класса, олигархов, которые хотят, чтобы все было, чтобы управлять, как Сталин, а жить, как Абрамович, без тех программ, которые там левопатриотическая оппозиция предлагает в Госдуме, ну, нам не выбраться из этого, нас сомнут. Совершенно верно. Единственное, что надо обратить внимание на то, что Анатолий сказал, в какой момент это можно будет сделать или будет сделано. Можно, если так же будет вестись вот эта спецоперация, дождаться до полного краха, и после этого, значит, до основания, как говорится, а затем потом с огромными трудностями, потерями, жертвами из этого дела, исходить и страну каким-то образом сохранять, сначала по частям, потом, может быть, объединяться и как-то. Важно, в какой момент. А пока сегодня все происходит, к сожалению, не просто с задержкой, а с запозданиями, так, знаете, по хвостам. Вот началась военная спецоперация. В Государственной Думе сейчас, как блины, почти каждый день, значит, или принимаются, или предлагаются законы, законопроекты, которые хоть как-то пытаются эту ситуацию в законное русло ввести, вот эту вот, значит, специальную военную операцию. Один из первых законопроектов, это для того, чтобы, значит, по закону можно было, те, которые люди стоят на границе, пограничники, чтобы они тоже имели права, как те, кто участвует в военных спецоперациях. Ведь они, они реально были в бою с первого дня. А почему нельзя было вот эти вот все предложения, постановления, законопроекты, вполне, значит, так сказать, обоснованно принять до этой спецоперации? Ведь вы помните, какая была атмосфера? Ведь мы с Западом пугали друг друга очень долго. Значит, мы говорили, что не будет там, потом говорили, смотрите, они то же самое. Ведь если бы такого рода законы были приняты еще до спецоперации, во-первых, это бы Западу подсказало наше серьезное намерение, а во-вторых, мы бы вот уже сейчас по прошествии более чем 8 месяцев не каждый день видели, что огромное количество недочетов у нас в сегодняшнем законодательстве, нормативные их там дел, значит, чтобы можно было их там оперативно исправлять. Вот смотрите, мы буквально до прошлой недели разбирались с Министерством обороны, значит, призывать мужчин, когда 4 ребенка у него или 3, вынуждены были пригласить статс-секретаря, заместителя министра там и разбираться. И выяснилось, что у нас в законе многодетным считается 3, а у них в тех рекомендациях, которые были спущены в военкомат, 4, и вот это 8 месяцев прошло после того, как началась спецоперация. И такого рода законопроектов, я не ошибаюсь, наверное, не меньше сотни за вот эти вот, или изменения там в разных законах, значит, поправки, которые уже существуют, существуют законы, мы внесли за эти 8 месяцев. То есть мы увидим проблему, начинаем, значит, делать закон. Увидели и так вот продолжение этих 8 месяцев. Я вообще не мог бы себе представить, чтобы в прежнее время подготовка была к спецоперации, чтобы, значит, столько много нормативных актов отсутствовало в государстве. Либо к ней не готовились. Ну, либо готовились, но не к ней, а к какой-то, я говорю, специальной полицейской операции. Потому что, например, последний закон, который вот сейчас вот принят недавно, закон о возможности мобилизации отбивающих срок. Мы же понимаем, почему это произошло. По тяжким преступлениям. Да, по тяжким преступлениям, чтобы они могли, так скажем, воевать на фронте, потому что мы видели не так давно, сколько там, пару месяцев назад, когда Евгений Пригожин в ИК, так скажем, очень браво. И, кстати, с моей точки зрения, очень разумные потом слова сказал, когда начали его критиковать, общество, что такое уголовник. Он сказал, вы как бы выбираете, либо вот они воюют, либо ваши дети, да? И в этом отношении... Ну, это не новая идея. В германской армии был такой отряд Дерливангера, который собирал уголовников по всей Германии. Он был оберштурмбанфюрер СС. Так называлось формирование по имени отряд Дерливангера. И они занимались, в основном, правда, карательными операциями. Дерливангер почти в Вагнер. Да, правда, единственный нюанс. В Германии было очень важным преступлением браконьерство. Конечно, Дерливангер в основном искал браконьеров, которые стреляли хорошо. И они занимались операциями против партизан там и так далее. Но насчет подготовки я не согласен с тем, что к операции не готовились. На следующую неделю после начала спецоперации были заказаны места во всех хороших ресторанах Киева. Люди уже готовились отмечать. То есть, готовились. То есть, это из Москвы. Ну да, но люди готовились, что через неделю все, как это, через месяц и не больше кончится война, помните, в песне 40-го года. Вот это примерно то же самое. Не к тому готовились, а готовиться надо было. У нас есть прекрасный насчет погранвойск, прекрасный пример. Когда погранвойска вывели из подчинения ФСБ и создали федеральную пограничную службу, назначили туда из генерального штаба Андрея Ивановича Николаева, генерала, именно из генштаба, не из ФСБ. И, собственно говоря, вот эти формирования начали, тогда были события в Таджикистане, и вот погранвойска, доукомплектованные, дособранные, дооснащенные техникой вплоть до полка штурмовой авиации, они, собственно, без всякой армии вели самостоятельно полноценную войну несколько лет в горных условиях и, в общем-то, выиграли. Для этого им не потребовалось... Здесь, в Москве, никто даже особенно не чувствовал, что там какая-то где-то война идет. Шла война себе. Но и мобилизация была такая... Она не называлась мобилизацией, но были созданы... Призыв. Два резервных округа. Все офицеры погранвойск в то время на основе ротации прошли через зону боевых действий. То есть, это была боеспособная, боевая, очень толково организованная армия, ну, 250, по-моему, тысяч человек. Это так... Можно выигрывать войну, в общем-то. А потом как-то решили, да ну не надо. Николаева отправили. Сначала в Думу он попал, потом в отставку. Снова вернули в подчинение госбезопасности. Снова мальчики с автоматами и с собачками. Вот так. И вроде бы у нас такая страна мирная, нам погранвойска не нужны, нам нужна пограничная стража. Ну, хулиганов ловить, контрабандистов. А вот, оказывается, нет. Оказывается, нам еще много чего надо. Надо возвращаться и смотреть, а что... Не надо в дальнюю историю, не надо в эпоху Древнего Рима. Вот что 20 лет назад делали люди, которые живы еще. Если что-то непонятно, еще можно спросить, как вы это делали? Зачем вы это делали? Какими средствами? Ну, по-моему, сейчас это никого не интересует. Ну, мне кажется, что все-таки такая после 24 февраля ситуация стала необратима по многим позициям. И, соответственно, Запад закусился всерьез. И у нынешних наших, так скажем, правителей, у них нет шанса, если мы не выиграем, и нас сомнут, и они пойдут, так скажем, в какие-то места не столь отдавленные, в лучшем случае. В данном случае, как мне кажется, возможно, какое-то инстинкт самосохранения должен сработать, во всяком случае, участие военного руководства, или, скажем, какого-то политического, региональных лидеров. Я вижу, кстати, формирование активно региональных политических фигур новых, я вижу формирование новых военно-политических фигур. Да, так скажем, уже противостояние, например, Пригожина с Бегловым, это уже политический акт, не говоришь о Кадырове и так далее, и тому подобное. Вот, Сергей Игоревич, наверное, последний вопрос. Ну, я знаю, что все-таки в парламент часто, и ваша парламентская фракция, общаясь там с администратором, с президентом, с Путиным, Зюганов встречается. Я знаю, что так или иначе, так скажем, власть придержащие прислушиваются, не только там экспридлии в России и так далее. Вот вы что-то предлагали власти для того, чтобы выйти из этой серьезнейшей ситуации? Я слышал, что Зюганов говорил о мумилизации общества, о том, что национализировать надо, что сделать над ГКО и так далее. Вот вас, еще раз, мне интересно, слушают или прислушиваются все-таки в чем-то и что-то берут для того, чтобы, так скажем, ситуацию исправить? Потому что, как мы поняли ниже, без смены курса, без каких-то радикальных, таких четких, дисциплинированных вещей ситуация будет только ухудшаться. Слушают на уровне руководства Думы, слушают на уровне правительства, потому что действительно ежедневно члены правительства бывают в Государственной Думе, и мы, по крайней мере, наша фракция, никогда не проходит случай, чтобы мы, значит, им это не сказали. Естественно, и к президенту обращения были. Вот. Но попытка пока усидеть на двух стульях у сегодняшнего правящего режима, один стул такой либерально-рыночный, а второй это мобилизация, централизация и желание мобилизовать страну, чтобы она выиграла, это специальная военная операция, она, к сожалению, продолжается. Это мы видим, эти два стула разъезжаются. Поэтому либо сегодняшние руководители страны примут решение, значит, на какой-то один стул сесть, либо он провалится, и правящий режим вместе со всеми нынешними руководителями. И я в таких случаях старый военный анекдот вспоминаю, когда Гитлер с Геббельсом земной шар, вернее, глобус смотрели, и смотрели, куда бежать. Когда они нашли, Гитлер сказал, что у тебя нет глобус, не тот, тащи другой. Ну, мы, конечно, ни в коем случае не сравниваем этих двух персонажей с действующими. Мы не сравниваем, просто ситуация в стране такова, такова, что гибнут люди, что мы их страна, огромная страна с огромными ресурсами, не может их обеспечить. И вы сейчас поговорите вот с матерями, там, с семьями погибших людей, они вам еще не такое скажут. Ну, в любом случае мы входим в такую, в новую политическую реальность. Старая политическая система пришла к своему логическому завершению, это очевидно. Вся схема, которая до этого работала безупречно, когда, так скажем, мы решаем, а вы не лезьте в политику, она тоже рухнула, потому что сама по себе вот эта частичная мобилизация втянула в принятие решений, в круговорот вот этих политических и социальных проблем масса людей, как минимум 300 тысяч человек, плюс их родственники, это уже, грубо говоря, миллион человек активных, и я думаю, что когда общество начинает в этом отношении просыпаться, и если власть не изменится, то эти люди начнут задавать вопросы, а эти люди, как мы понимаем, они придут, будут возвращаться злыми, очень грамотными и видевшими другую реальность, не говоришь о том, что кто-то может и не вернуться. Но, с другой стороны, я хочу закончить нашу беседу другим анекдотом, у меня старый есть товарищ, вот у него еврейский дедушка, все время, когда он был маленький, говорил, сажал его на, так скажем, коленочки и говорил, Саша, все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, ну, в крайнем случае нет. Ну, на сегодня это все, в рубке нашего крейсера были Сергей Левченко, первый заместитель, председатель комитета Государственной Думы по энергетике фракции КПРФ, и Анатолий Баранов, российский журналист, публицист и главный редактор форума МСК. Ну, я вас всех призываю подписываться на канал Аврора, ставьте лайки, распространяйте это видео, ну, и подписывайтесь на информационные каналы наших гостей. На сегодня это все, с вами был Георгий Федоров, до новых встреч, пока. Пока.